друзья всем привет с вами виктория и сегодня готовим блины на кефире но блины у нас будут не обычные а с узором также эти блины называют блины зебра или двухцветные блины получаются такие блины очень вкусные еще один рецепт блинов вашу копилочку ингредиенты которые нам понадобятся вы видите на своем экране полное их количество я вам оставлю в описании под видео желательно чтобы все продукты были комнатной температуры если вы достали кефир прямо из холодильника то поставьте его секунд на 30 микроволновую печь в миску добавляю 2 лица 3 столовые ложки сахара щепотку соли и все хорошо перемешиваю венчиком взбивать не нужно просто хорошо перемешать затем вливаю кефир 500 миллилитров и еще раз хорошо перемешиваю добавляю одну вторую чайной ложечки соды и муку и еще раз все хорошо перемешиваю до однородности одновременно ставим кипятиться воду перемешанную массу добавляем 250 миллилитров кипятка если остались какие-то крупиночки маленькие комочки то кипяток нам поможет все полностью растворить и в самом конце добавляем 30 миллилитров растительного масла вот такое по консистенции должно у вас получится тесто гладкое и однородное и так как блины у нас будут непростые а блины зебра полосатенькие блины то два половника теста я отливаю в отдельную емкость это примерно где-то вот я немножко отлила потому что получилось многовато у всех половники разные это примерно где-то 250 грамм можно отлить его 250 граммовый стакан чтобы вам было нагляднее в это тесто добавляю 2 столовые ложки темного какао и все хорошо перемешиваю затем для того чтобы нам удобно было перелить шоколадное тесто в бутылочку делаю воронку из пергаментной бумаги шоколадное тесто нужно перелить бутылочку можно взять обычную предварительно сделав отверстие в середине крышечки либо вот такую остаются вот такие бутылочки из-под соусов майонезов такая бутылочка тоже очень хорошо подойдет бутылочку помещаем воронку из пергаментной бумаги и переливаем шоколадное тесто хорошо разогреваю сковороду немного смазываю ее первый раз растительным маслом и выливаю не полный половник теста тесто хорошо распределяю по всей поверхности сковороды и прямо еще на сырое тесто начиная от середины по спирали делаю узор с помощью шоколадного теста с помощью нашей бутылочки друзья очень важно не делать очень большое отверстие отверстие должно быть совсем тоненькое если оно будет у вас широкое то будет слишком широкая полоса и будет все вместе сплываться это мой вам совет сделать это очень легко немного нагреваем гвоздь и протыкаем крышечку далее оставляю блинчик обжарится когда блинчик хорошо схватился переворачиваю его на другую сторону и продолжаю обжаривать до готовности готовый блинчик перекладываю на отдельное блюдо и то же самое проделываю с оставшимся тестом друзья узорчики могут быть разными из бутылочки делать не совсем просто конечно иногда получается неровно но ничего страшного потом когда вы завернете блинчик то получится в любом случае очень красиво сейчас я вам покажу готовые блинчики сворачиваем трубочкой треугольничком так как вам больше нравится из данного количества теста у меня получилось ровно 12 штук диаметр моей сковороды 22 сантиметра посмотрите как красиво и оригинально получается складываем блинчики и подаем к чаю и посмотрите какие все они у нас получились разные подаем блинчики с вареньем сметаной медом можно просто присыпать сахаром или сахарной пудрой надеюсь такие блинчики вам понравится и вы приготовите их своим близким и родным если видео вам понравилось не забудьте поставить лайк подписывайтесь на мой канал пишите мне ваши отзывы и комментарии всем желаю приятного аппетита и до новых встреч с новыми рецептами с вами была виктория